поговорим о влиянии затмений которые будут 19 ноября 4 декабря 2021 года снимаю видео 10 октября и влияние этих затмений очень хорошо чувствуется иногда не надо знать что происходит на небе какая там сейчас расстановка так сказать сил иногда это можно просто прочувствовать и увидеть в событиях собственной жизни вот у меня недавно было интересно такая поездка в москву она была такая по плутону вот это было видно и потому как размещали на чем мы передвигались и какие были мероприятия с кем общались и так далее очень интересно такая неожиданная в чем-то для меня поездка и когда я вернулся сюда от первым к объектам куда я попал это казалось бывшая военная база где хранили в том числе и ядерные боеголовки это тоже такой привет по плутону но там же неожиданно для меня получилась к ситуации что мне предложили полетать на частном там самолете очень приятные такие впечатления но здесь фишка в чем что вот это уже уран вот полеты на самолете неожиданности вообще неожиданности последнее времени очень много и вот в мире например там сбой известных соцсетей происходит причем там повторный одна из стран оказалась вообще без света это все уранические истории хотя на небе прямо сейчас до 10 октября уран никто ну не так активен и отсюда вопрос а откуда эти энергии решил посмотреть какие энергии несет затмение и вот там поверьте урана хватает более чем во первых там идет четкая позиция 19 ноября уран марс это очень жестко с точки зрения астрологии это предвестник очень многих скажем так жестких именно уранических событий плюс к этому само затмение сеть она идет определенными сериями она очень завязана на уране прям очень при очень и получается очень сильная активизация истории урана и в этом кстати говоря если хорошая сторона об этом я сейчас тоже скажу но есть и очень жесткий например серия этих затмений она была в 2003 году этот год отличился самыми массовыми в историями отключениями электричества по миру а приориталия часть австрии швейцарии остались без электричества там 56 миллионов человек сразу из одного упавшего дерева кстати в сша там тоже около 60 миллионов жителей сша и канады остались без электричества в том числе и такой город как нью-йорк вот и ряд целых других стран в разное причем время оказывались без электричества в том числе и в россии были очень мощные такие верные отключения по разным причинам вот то есть это затмение но очевидно несет энергии ураны и скорее всего не проиграются через или вот сбой сети которые уже сейчас происходят или вообще полное отключение электричества на очень огромных площадях поэтому не пугайтесь запасайтесь просто свечками такое может произойти могут быть очень разные факторы почему это произойдет но вероятность этого ближайшие месяцы то есть это октябрь ноябрь декабрь январь возможно даже февраль очень высокий потому что энергии очень превалирующий в этом плане далее это тема авиакрушений захватов самолетов когда самолеты сбивают это все тоже уран я смотрел серию этих затмений происшествий и там одни из самых громких авиакрушений в истории были вот именно в эту серию они попадают или где очень странное обстоятельство но при в советском союзе а в свое время угнали самолет один летчик представил другому летчику нож и в общем заставил его угнать самолет в китае но за что он там отсидел в самом китае потом бог с родину еще сидел потом в россии да то есть какая печальная история со всех сторон но вот такие вот истории тоже то есть это довольно такое опасное время для авиаперелетов может быть какие-то вес инциденты очень серьезные то здесь снова надо ожидать такую новостной фон я никого не призываю бояться летать потому что все равно в авиа истории там степень безопасности всегда выше чем при переходе улицы или когда вы едете собственно за рулем например своего автомобиля там все очень дублируется проверяется но все равно именно в такие моменты эта история более опасно конечно тема космической отрасли будет активно кто-то что-то куда-то будет запускать летать может быть снова таки могут быть крушения но как правило кстати по космосу там обычно какие-то более приятные скажем так происходит истории и вообще особенность именно этой серии затмение это в том что она даст возвышение некоторым людям то есть кто-то вообще очень сильно выстрелит там такая особенность конфигурации что там идет как бы если что-то происходит за этот период на что-то хорошее то это может попасть в цикл повторения часто повторений чего-то хорошего да и за счет этого можно очень хорошо подниматься то есть на самом деле следите за тем как у вас происходит это время октябрь-ноябрь везет вам не везет и вот если везет то возможно эта тема пойдет в определенный цикл и поднимет на вас на какой-то новый уровень вот в этом есть очень такие приятные моменты далее поговорим но это все уран это вот все влияние урана есть еще но это там как же не ураном единым там еще много чего там есть марс знаете скорпиона вообще очень сильно акцентированный будет знак скорпиона все это время а это очень радикально это трансформационные энергии в общем довольно агрессивный и плюс к этому вот 4 декабря вот то затмение которое будет она активизирует растабан звезду и в зоне стрелец в общем очень воинственное положение и растабан это еще звезда которая любит как бы деньги нечестно нажитым путем где-то у кого-то отобрать смахинировать вам подобная вещь возможно полу повторится ситуация которая когда-то была в нью-йорке когда там выключили весь свет в городе и начался хаос начались грабежи из насиление убийства нападение банд на богатые районы и там подобные вещи не исключаю что ближайшие месяцы может быть такое но главный лейтмотив который бы я хотел отметить например что уран это еще и революция такой сильный скорпион это такая радикальная трансформация что вторит на самом деле урана и я предполагаю что в за октябрь произойдет очень сильное социальное скажем так нарастание недовольства по всему миру это не касается там именно россия по всему миру карантинными мерами тем что дорожает а дорожает на самом деле все во всем мире потому что дорожают носители так далее это что-то закрывается в общем скорее всего в ноябре декабре произойдет такой социальный новый такой социальный взрыв в разных частях мира возможно какие-то погромы выдвижения новых лидеров каких-то там которые вы расскажут о новом светом будущем и так далее то есть каком-то смысле это такое время новых выборов да то есть я уже делал свой прогноз на выборы по россии в думе и говорю что там ничего интересного не будет будет вот такая расстановка она такая получилась а вот по-настоящему такие изменения во власти и так далее возможно именно в ноябре чтобы скажем так погасить определенное волнение и плюс там очень сильно вот это влияние скорпиона возможно какие-то перестановки хотя я говорю что путин в этом году может уйти но видите я ошибся так что здесь я тоже могу ошибаться но все же по астрологии есть шанс что именно в ноябре декабре в россии могут произойти серьезные в том числе но и не только у нас в общем на изменения и во властных структурах потому что энергии очень такие радикально трансформационные ну и плюс возможность мировых событий в плане войн очень будет высока причем это могут быть неожиданные начала их что-то это происшествие после чего как цепная реакция принцип домино пойдет где это будет предсказать сложно потому что огромное сейчас количество стран находится очень напряженных отношениях там например ситуация вокруг тайвана или там азербайджан иран на границе или там азербайджан армения на границе или там турция там россию в сирии там и так далее очень много точек где где возможно в любой момент что-то пойти не так и на все начнут там стрелять бомбить и там подобные вещи но из этой силе затмены затмение видно что это но имеет особое отношение к йемену где уже давно идет война и там сейчас все подходит к радикальному решению вопроса то есть скорее всего одна сторона уже прям точно выиграет и вот скорее всего в ноябре просто будет такой финальный штрих но для большинства это как бы не нужна информация да вот скорее всего в истории китая всегда у китая в этот момент что-то происходит поэтому вокруг китая точно будет как информационные какой-то момент и в сша в сша возможно и тут очень трамп очень интересно сезон в свое время что вот он и уйдет и все америка погрузится в хаос тут не будет ни электричества не связи и ничего и тогда трамп придет вот по с точки зрения астрологии вот это реально момент когда похожая ситуация может произойти реально возможно трамп попробует воспользоваться ситуации почему нет но меня честно говоря вообще напрягает вот это ощущение декабря ноября очень для меня все-таки пугающим по какой-то интуитивного восприятия но мне очень напоминает декабрь 2019 года вот если мы видео говорю что у нас предстоит очень непростые времена и так получилось до ковид на два года вот его сейчас похожее ощущение что идет что-то прям грандиозное и это прям пугает и тогда и сейчас произошла одинаковая ситуация перед затмениями это чп с американскими подводками в южно-китайском море тогда что-то там непонятное произошло и потом вот появилась именно в это кстати южно вот в этой юго-восточной азии до коронавирус и сейчас что на что-то напоролась американская подводная лодка там снова были учения снова напряжение сша его такое ощущение что какого-то дежавю вот но я хочу ошибаться прям честно хочу ошибаться потому что все-таки 2022 года более приятные энергии и на 100 насколько эти будут скажем так энергии приятный будет здесь то как пройдет именно ноябрь может октябрь а это просто энергоболота вот с коронавирусом который говорил что будут карантин и будет очень большая заболеваемость вот все так и происходит вот и здесь навряд ли произойдет что-то прям радикально какой-то какой-то радикальный переход а вот в ноябре вероятность радикального перехода на резко возрастает в том числе надо понимать что и в теме например биржевой активности там могут может очень сильно потрясти ему что уже трясет уже рекордные цены там были на газ на кремнии на редкоземельные металлы там в общем курсы валют начинают там отступать везде какое-то движение путин выразился что есть какая-то скажем так истерия на европейских рынках потому что на самом деле такая тупиковая ситуация в мировой экономике созревает но мы сейчас не будем об этом в общем я всем желаю удачи ноябре декабре месяце удачно пройти эту серию затмений да и отдельно да по знакам еще стоит добавить что смотрите особое внимание для скорпионов особое внимание для тельцов особое внимание для близнецов и особое внимание для стрельцов потому что там идет активность именно на их осях а значит так или иначе она очень серьезно повлияет на их не жизнь и здесь надо быть осознанным надо быть в моменте до смотреть что происходит и правильно реагировать а для этого как я говорю надо быть незамученным может если вы бежите если вы устали вам ни до чего уже нет делать вы что-то не ну какой-то момент не на не увидите не поймете не сделайте правильный вывод поэтому рекомендую всем замедлиться отложить важные дела и просто отслеживать что происходит и максимально правильно на это реагировать вот так вот ну и небольшое видео такое музыкальная вставочка которая передает моего скажем так внутренние ощущения от затмений ноября декабря а и 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